Так, здравствуйте, дорогая публика. Мне сегодня милостивно пришел помогать собирать художника-абстракциониста Игорь Артюх. Так что вы с нас не в защите. Видите, он так сзади себя свет поставил. Ему-то мне так удобнее. Настоящий художник, да, я так вижу. Я тоже в душе художник. Я когда со студентами провожу занятия, там в журнале какие-то пометочки делаю свои. Ну, кому там треугольничек нарисую, кому квадратик, кому кружочек, кому чего. Точку поставлю, плюсик, минусик. Они спрашивают, а что это значит такое, вот эти мои там треугольнички и все прочее. Ну, а я им говорю, что вообще это, понимаете, что это, так сказать, крах художника, если он должен объяснять свою картину, да. Так что вот я так вижу, я так вот хочу, ставлю, да. Ну, это ладно, это я все, что я к художеству имею отношение, расставление треугольничков и квадратиков. Ну, вот, а Игорь Артюх, он, значит, вернее, Артюх Игорь, он, вот, настоящий художник-абстракционист. Просил не показывать его картины здесь. Он, значит, ну, интересно им пишет, интересно, пишет или рисует все-таки как? Так, добрый день, хочу, во-первых, поздороваться со всеми. Я больше сторонник, конечно, того, чтобы рисовать, а точнее разделять этот процесс на две части. То есть, когда я придумываю картину, сочиняю ее, это вроде как пишу. А когда уже непосредственно идет процесс исполнения, работа в материале уже финальная, это уже как рисует. Вот примерно так. Теперь касательно того, что вот вы сказали насчет того, что крах художника, если ему надо что-то объяснять, ну, да, действительно, все-таки картина делается не для того, чтобы что-то объяснять, потому что объяснение – это уже совсем другой жанр, это уже из разряда литературы, а мы же все-таки творим в визуальном мире, поэтому, конечно, картины в объяснениях не нуждаются, но как такой отдельно взятый жанр, можно сказать, разговорный жанр, поговорить об искусстве, это вот мы сейчас в этой передаче и проведем. Это вполне себе такой тоже общепризнанный жанр «Разговоры об искусстве». И в данном случае конкретно со мной это разговоры о современном искусстве. Ну, что я о себе хочу рассказать, чтобы вы имели представление обо мне. Значит, да, еще хочу сказать, поскольку мы же тут собрались для того, чтобы милосты не просить, да, поэтому как бы во имя это пособие. Вы вышли постоять на паперти, да. Да, поэтому там в описании к видеоролику есть Бориса Бояршинова все реквизиты. Ну, то есть, если вы уже прямо сейчас готовы милостыню подать, то давайте можете уже дальше не смотреть, не слушать и сразу подавать. Ну, а для кого надо, кому надо еще послушать и уже потом принять решение, подавать или нет, ну, тогда продолжайте слушать. И там еще тоже внизу должны быть ссылочка на Фейсбук вот моего, значит, собеседника. Там, кстати, у него картина есть, Иван. Да, на мою страницу в Фейсбук заходите. И кому сильно интересно будет посмотреть мои картины, и вы их не найдете, то пишите мне в личку, я вам отвечу, покажу, где что в интернете у меня есть. Поэтому это не секрет. Просто в этой передаче, я думаю, неуместно показывать мои картины. Мы сейчас не о моем творчестве будем говорить, а о искусстве вообще. Сейчас, одну минуту. Пожалуйста, пожалуйста. Итак, значит, расскажу сначала о себе. Кто я такой? Вот, Борис, как вас по отчеству, я все забываю. Сергеич, Сергеич. Да, Борис Сергеич, да. Приглашает в свою передачу широкий спектр людей. От самых таких верифицированных официальных академиков до самой такой оригинальной публики, которая верит в заговор рептилоидов. Ну, вот я как бы из вот этой вот категории, типа вот этих официальных академиков, которые только не сторонник не официальной науки, а официального искусства, такого высококачественного, респектабельного. То есть я из вот этой, можно сказать, высшей лиги, если уже так, чтобы ни в коем случае не обидеть тех, кто верит... Из приличной тусовки вы, да? Да, из приличной тусовки, да. Я не... Мне, конечно, интересно всякая шизуха. До чего интересен полет человеческой мысли, всегда интересен. Я без комплексов, и у меня тут нет каких-то предупреждений. Мне интересно всякая шизуха, сказал художник-абстракционист. Продолжайте. Да, да, да. То есть и про кладбище инопланетян в Китае мне тоже интересно послушать передачу, например. Так что я как бы в этом смысле, я... У меня широкий круг интересов. Но все-таки, если говорить о моей профессиональной деятельности, то я все-таки придерживаюсь таких высоких стандартов качества без зашквара. Ну, значит, да, как я живу? Как я живу? То есть живу я, получив грант на развитие своего арт-проекта. Это как вот ученые получают гранты. Я тоже получил грант. И вот уже последние чуть больше двух лет я занимаюсь этим проектом. Это совершенно засекреченный проект. Его вижу только я и мой арт-ассистент. И мы готовим серию картин, серию абстрактных картин. Идея заключается в том, что в тот момент, то есть результатом этого арт-проекта должна стать серия картин, которая поразит воображение целевой аудитории. То есть в описании к проекту было написано, что после того, как будут предъявлены публике эти абстрактные композиции, около 10 абстрактных картин, то они должны будут произвести впечатление на публику примерно такую же, как, допустим, высадка среди бела дня инопланетян на Траффальгардское. Вот такая поставлена задача. Были к этому предпосылки. То есть самое, что можно увидеть, последнее, что есть, это картина 2016 года. Она у меня есть на Фейсбуке. Ну и еще кое-что там в более поздние годы. Но начиная с 2018 года, все, что я рисую, это делается в режиме строжайшей секретности. И уже сейчас этот арт-проект, реализация этого проекта уже находится в финальной стадии. На сегодняшний момент я могу уже сказать, что у меня уже отобрано около, ну в папке у меня уже чуть больше 90 композиций. Ну там есть повторяющиеся, но будем говорить 80 композиций точно есть. Это реально супер-хиты. И для отдельно взятого художника создать такой массив произведений искусства хитовых в таком количестве, это действительно великое достижение. И вот-вот уже в ближайшие месяцы произойдет презентация вот этого, итога этого арт-проекта. Творю я в жанре new-new art. Это вот если разбираться, как бы делить искусство на то, что как бы у нас же встреча с художником-абстракционистом, вы нашей аудитории показываете живого, настоящего, реально действующего абстракциониста. И вот я думаю, что широкий круг нашей вот, как называют, как бы интеллектуалов широкого профиля, которые смотрят эту передачу, то вы, наверное, считаете, что вот Казимир Малевич, Черный квадрат, Кантинский и все, это и есть как бы конец искусства. Все, на этом история остановилась. И вот именно подобного рода художники, они как раз находятся в залах современного искусства, в том числе в залах современного искусства московских музеев. А, да, кстати, уточню, я же с Украины, да, чтобы все имели в виду, хотя в Москве раньше до войны, я бывал часто, до начала войны, каждый год приезжал. Так вот, что я хочу сказать, что вот есть музеи, в которых есть залы современного искусства, но это как бы устаревшая практика, потому что вот, допустим, в западных странах там уже есть следующий этап искусства, в который уже Малевич не входит. Это искусство называется, их называют музеем of New Art. Ну и это уже устаревший период, и уже сейчас искусствоведческая наука и искусствоведческая практика открыла следующий период. New New Art. То есть сейчас вот эти коллекции, которые в сегодняшний момент создаются, это уже классифицируется как New New Art. И вот предположительно, то, что я сейчас делаю, скорее всего, искусствоведами и будет классифицировано в этот жанр, и впоследствии захоронено в тех залах музеев, которые называются New New Art. Ну это так, чтобы... Да, так, что еще? Ну и еще, значит, поскольку вот мы с Бояршиновым Борисом Сергеевичем разговариваем, скажем так, можно даже в каком-то сказать по разные стороны линии фронта, и я же знаю, много смотрел видеороликов, особенно ваши разговоры с Цветковым, это хорошо высветливаю, что вы как бы сторонник московской интерпретации реальности реальности и реальных событий. А я сторонник копенгагенской интерпретации. Брюссельской, скорее брюссельской. Ну... Там же в Брюсселе у вас там какой-то... Нет, я... Совет Европы-то. Это я к тому, что есть в квантовой физике копенгагенская интерпретация, да? Ну да, но у меня-то копенгагенская интерпретация тоже. А я вот... Да, это в кван... А вот касательно такой вот житейской жизни, все-таки... Ну, большинство украинцев, даже граждан Украины, которые живут здесь в Москве, они явно своим поведением придерживаются именно той самой московской интерпретации. Живут, в ус не дуют, работают, никто к ним никаких предъяв не предъявляет, и они тоже никаких претензий не имеют. Я на вас не наезжаю, как бы мы видим одни и те же самые факты жизни, просто у нас разная интерпретация одних и тех же фактов. Вот как бы... Так вот, это я к чему-то сказал про эту московскую и копенгагенскую интерпретацию, то у вас, как у сторонника московской интерпретации, восприятие современного искусства тоже, скажем, вот в этом русле, по всей видимости. Ну, в то же самое время у меня, как сторонника копенгагенской интерпретации, я это смотрю на эти все художественные процессы немножко с другой колокольни, поэтому вот в этом тоже интересна наша беседа. Мне потом интересно было бы услышать ваши доводы и вашу аргументацию по поводу того, что я буду говорить, ваши комментарии. Ну, слушаем, вас слушаем. Дальше. Теперь начнем, я бы хотел начать уже, а, еще один момент, который для, у меня тут есть один друг из Запорожья, Дмитрий Сущенко. Он ваш тоже постоянный зритель ваших передач, и он передает вам пламенный привет. Спасибо большое, ему от меня тоже привет, такой же огненный. Да, вот так. Все, вроде бы, как все основные вещи, которые такие вступительные, хотел сказать, а теперь начнем для нас. Тогда я тоже по поводу вступительной части вопрос задам. А это вот от вас требует, значит, некую коллекцию картин, которые должны потрясти мир, да? Ну, под это дан грант, да. Ну, уже, можно сказать, я оправдал грантодателя. Эта коллекция, по крайней мере, на стадии эскизов, причем таких, довольно уже эскизов, приближенных к финальному варианту, уже выглядит впечатляюще. То есть, уже как бы страну не опозорил, да, проект. Она будет явлена миру в виде выставки или через интернет? Ну, первая фаза публикации, это будет явлена миру в виде публикации, да, на сайте Flickr, я это опубликую в очень хорошем разрешении, архив рисунков. А что такое Flickr? Что такое Flickr? А Flickr это самый такой высококачественный фотохостинг, потому что Инстаграм это... Да, да, я понимаю, я понимаю. А тут на Инстаграме, конечно, тоже страницу запустим, но все-таки кто захочет посмотреть в очень... А вы их делаете как? С помощью вот, ну, как это называется, так сказать, холст масла или это компьютерной картинки? У меня это будет, значит, их три вида. Первый вид это рисунки на бумаге карандашом. Это как бы в принципе это основная часть проекта. И дополнительные это такой электрорисунок. Это в каком-то смысле мое изобретение уже. Это вот как есть гитара акустическая, есть электрогитара. Вот то же самое такая электрификация рисунка происходит. Очень интересное явление. Вы такого никогда не видели. Это полностью мое, можно сказать, технологическое изобретение. Когда будет опубликовано, вы увидите. То есть в помощи электрического поля вы распределяете тонер по основе, да? По подложке? при помощи графических редакторов компьютерных я изменяю звучание линий уже существующего рисунка. Как гитара. Подключаем ее. Раньше это называли фотошопом, а теперь вот называется электрический рисунок. Ну, частично я использую программу фотошоп в принципе для этого. но дело не в том, что я поскольку программ по электризации рисунков еще не существует и я вынужден пользоваться теми программами, что уже есть, но это производит впечатление именно как электрорисунка. Разница между рисунком, карандашом на бумаге и этим электрорисунком примерно такая, как разница между звучанием акустической и электрогитарой. Понятно. Еще один дополнительный в качестве бонуса идет проект. Это граффити, то есть несколько этих же композиций рисуется на гигантских пятиметровых стенах бетонных и что мне мой арт-ассистент который у меня есть он тоже помогает мне это делать. Вот например когда я рисую на этих стенах то я лазерной указкой отмечаю точки на стене показываю а он их наводит. Ну и там как дирижер я им там левее правее в общем вот так вот в паре мы рисуем потому что все-таки на большой стене одному человеку трудно рисовать. Так ну что продолжаем да? Продолжаем да спасибо я исчерпал вопрос введения. Да конечно я на любой вопрос отвечу теперь я хотел бы сначала поговорить о таких простых вещах как вот задать вам два каверзных вопроса какого цвета черный квадрат и сколько цветов в радуге? Ну вы понимаете сколько цветов в радуге это все зависит от лингвистического построения я насколько понимаю в английском языке там получается шесть а в русском языке семь красные каждый охотник желает знать где сидит фазан у нас семь красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый да? а у них вот это вот синий голубой как-то вот не различается и синий есть значит как это называется то неви да? цветы формы морских офицеров США неви называется цвет но это очень искусственно так у них шесть и вот кстати тот та радуга которая символ ЛГБТ сообщества там шесть цветов если заметили не наша эта радуга никогда не считал никогда над этим не задумывался ну у них там шесть у нас семь надо будет проверить да я только помню что этот флаг когда-то где-то на какой-то международной конференции перепутали с флагами Литвы и то ли вместо литовских флагов повесили эти то ли эти а что у Литвы так много цветов на флаге да? нет он у нее у Литвы он трехцветный но в принципе как французский похож на русский вот отдаленно сходство есть в общем некоторое сходство есть и можно было я уж не знаю умышленно это перепутали или специально но было это так ну да а насчет да а насчет черного квадрата вопрос какого он цвета ну я вот видел его в Третьяковской галерее он такой вообще немножко потрескавшийся через трещинки видно там что-то такое наверное грунт белый видно ну я вот очень не очень различаю наверное цвета особенно вот такие темные я часто называю что-нибудь черным оно на самом деле темно-синее ну вопрос с подвохом на самом деле подвох заключается в том что он действительно черный а вы думая что и подвох начнете искать какой-то особый вариант да я не знал нет просто я вы художники вы цвет должны очень хорошо ощущать а я вот так плохо очень в них ориентируюсь вот черный от синих не отличается я думаю он черный и рисовался черными красками там единственное что вот до сегодняшнего если черный более-менее сохранился то белый фон он там как-то уж сильно серым уже стал за вот эти прошедшие годы а в тех трещинах что вы говорите насколько я помню в основном там доминирует красный цвет и местами зеленоватый там вроде бы как было раньше нарисована какая-то другая картина и он поверх нее этот черный квадрат нарисовал ну как художники часто бывает просто в целях экономии полотна то есть не было какого-то великого задума что пройдет там сто лет и она растрескается и будет видно красный цвет ну а сейчас некоторые искусствоведы пишут что это был великий творческий задум ну на то они на нашу запасил да как-то один мой знакомый художник сказал что черный квадрат ценен не сколько самим черным квадратом сколько вот этими сотнями томов книг которые о нем написаны и вот если вы я не знаю как сейчас но как-то вот ну лет 20 назад наверное я был в Питере в Эрмитаже и видел один из черных квадратов он немножко поменьше но зато поровнее и аккуратнее нарисован то там был отдельно взятый зал за стеклом висел этот черный квадрат а полностью пустая белая комната а по бокам висели и на русском и на английском языке огромные такие плакаты и черным черным по белому был длинный длинный текст я его читал 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 до середины дочитал устал читать и пошел в общем в каком-то смысле этот тезис подтверждается что черный квадрат обязательно надо подкреплять текстом иначе публика очень тяжело воспринимает подобного рода произведения но вот я вам скажу вот смотрите у вас же наверняка есть картины каких-нибудь художников которые вам нравятся и вы испытываете эстетическое удовольствие их рассматривая есть такое ну такое у нас есть местный художник Федоров вот он пейзажи рисует ну вот они мне нравятся висят у меня да вот вам вот а вот это мало кто на это способен или мало у кого это есть но я просто засвидетельствую факт чтобы люди понимали что такое тоже есть что я совершенно искренне не придуриваясь не для того чтобы строить из себя великого интеллектуала или знатока искусства я совершенно искренне восторгаюсь черным квадратом я смотрю когда я его рассматриваю я получаю истинное эстетическое удовольствие мне это нравится я кайфую по полной программе когда просто смотрю на эту картину да я вот помню был такой фильм британский он шел так сказать на бритфесте это фестиваль британского кино это то есть такое вот кино не кассовое скажем так и там про одного молодого человека который вот он фотографировал он фотографировал на какую-то мыльницу тут у них что-то они там снимали с девушкой потом его фотографии случайно попали в чьи-то чужие руки эти чужие руки говорят надо это выставить в галерее и так он стал знаменитым в общем-то фотохудожником пришел он на эту выставку а он был чем-то расстроен я уже сейчас не помню там какие-то перипетии были вот тут его принимают вот этот замечательный фотохудожник ну он тут взял и пописал всем аплодирует какой замечательный вот арт-жест понимаете как ну вот так что вот я не удивляю это 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 высказывание понимаете ну этот арт-жест можно классифицировать как перформанс во-во-во-во-во-во-во вот вот да вот Павленский двери КГБ поджигал на Лубянке вот примерно ему за это почти ничего не было что-то оштрафовали за ремонт дверей двери оказались дорогие а вот то же самое он попробовал сделать во Франции его посадили по-настоящему да тут его в России по-настоящему ценят искусство ну я так понимаю что насколько я понимаю что в России его с миром отпустили и отправили чтобы он дальше продолжал в том же духе сжечь Париж ну а в Париже как говорится это оказалось у него последнее тут поезд метро дальше не едет французы уже не стали хорошо показывать что вот сейчас центр свободного искусства как раз в Москве приезжайте к нам в Москву рисуйте абстракции пожалуйста что вы там стесняетесь боитесь ну насколько я помню еще было еще была одна помнится была еще помнится была еще одна арт-акция это перекраска звезды на высотке на котельниках в украинские цвета да этот перформанс не сильно одобрили русские власти там вроде как еле-еле ну надо в Украину не падать у нас этот край просто очень далеко гораздо дальше чем в Париже да еле-еле ноги у него а ну видите ноги все-таки унесли да все-таки да не исключено что из Франции мог бы если бы он в Париже такое вычтел мог бы и не унести ноги да его может быть и повязали бы хорошо у нас это вот все очень здорово у нас свобода это вам не не франция да тут как бы да там попробую так вот ладно а теперь перейдем что мы вам хотим не свободу принести а вы капризничаете ну у вас да я понимаю там московская интерпретация да да у нас мы по-своему все это так теперь касательно семи цветов радуги это уже как бы ближе мы подходим к разделам физики насчет семи и шести цветов ну моя версия такова что вот вы говорите что это с лингвистикой связано но все-таки есть в английском языке ред и пинг красный и розовый но почему-то в английскую радугу за отсутствием голубого розовый не стали вносить поэтому ваша версия вызывает сомнений не понял а сколько в английской радуге цветов я не знаю вот это это вы сказали что в английской радуге шесть цветов я вообще такую версию у них у них голубой и синий там как-то вы ссылаетесь на флаг гомосексуалистов якобы он свидетельствует что их там шесть ну там радуга радуга не та что у нас ну да для меня это версия у нас голубой и синий это два разных цвета а у них вот нет такого обозначения у них есть blue и dark blue у нас правда есть этот самый как называется розовый у нас тоже есть но как-то он не попал у нас оранжевый красный оранжевый зеленый синий не ну во-первых оранжевый он есть во всех радугах но потому что это базовый цвет но почему-то розовый цвет в нашу радугу не попал не стали делать восемь цветов не попал ну да а теперь значит вот конкретно сейчас потому что это очень вопрос такой скажем так фундаментальный и я думаю интеллектуалам широкого профиля было бы интересно насчет этих цветов узнать кое-что что я сейчас расскажу так вот по вашей версии как вы думаете вот спектр электромагнитного излучения очень широкий глаза наши реагируют на длину волны а почему именно вот так эволюционно получилось что глаз человека сформировался так что вот мы видим излучение именно в этом диапазоне волн почему он именно такой почему он не шире или почему он не такой как у летучих мышей а у летучих мышей там как они вроде бы как в инфракрасном спектре все видят я такую версию ну дело вот в чем дело в том что нам очень трудно смотреть в инфракрасном спектре потому что вот смотрите если говорить про пик излучения солнечного да это 6000 кельвинов да вот у меня температура вот этой лампочки вот этой 4000 кельвинов вот смотрите вот видите такой желтненький я сразу стал заметно да а вот если убрать вот те побольше яркостная температура они посильнее как говорится вот и там значит они похолоднее кажется свет но на самом деле там просто длина волны короче вот и вот так получилось что температура где-то вот 6000 кельвинов на солнышке это около пол микрона длина волны значит там есть такой закон что длина волны там четвертая степень температуры четвертая степень температуры и вот у нас температура тела она вот ну где-то около 300 с небольшим да сколько там 273 плюс ну 40 да ну да 320 кельвинов вот так она у нас 320 кельвинов то есть почти значит в 10 тысяч раз где-то так вот она меньше да в 10 тысяч раз меньше короче говоря наши глаза излучают длинноволновое излучение то самое сами по себе излучают то есть мы не могли бы видеть это инфракрасный свет мы тепленькие да чтобы видеть инфракрасное излучение тепловое это очень полезно интересно но для этого приемник надо охлаждать это уж так сказать азбука да вот все эти вот приборы которые измеряют длинноволновое инфракрасное излучение их хорошенько охлаждают а глаз-то ему трудно его охладить в общем-то говоря что касается ультрафиолета что мы его не чувствуем видимо это связано с тем что вот те белки которые входят в состав роговицы они скорее всего его не выдерживают просто вот у нас достаточно хороший прибор оптический ну достаточно хороший потому что другого нет у него белковое тело вот это вот называется оно как это называется хрусталик 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 называется кстати у него очень интересные вещи у этого хрусталика вот когда я был маленький учился в институте мне мой товарищ объяснял он был так сказать из врачебной семьи и он был из Баку Рамис Кулиев он мне объяснял так что говорит с возрастом хрусталик уплощается и поэтому возникает дальнозоркость вот ну вот он объяснял мне это Рамис Кулиев я ему куда мне деваться верю конечно вот но оказалось что у пожилых людей хрусталик он не уплощается мышцы его так сжимают что он вообще как шарик но у него меняется коэффициент преломления у него меняется эпсилум диэлектрическая проницаемость вот почему-то она меняется самое удивительное что она меняется у разных людей по-разному вот и даже у меня вот левый глаз и правый глаз левый глаз так правый глаз видит что хуже или лучше ну короче у меня разные диоптрии в этих глазах вот чего они у меня глаза по-разному состарились я вот не знаю но вот это одна из загадок природы скажем так но как вы видите это вот на моей жизни она вот только появилась раньше думали ну все просто хрусталик уплощается мышцы устали а вот у него не устали он до старости хорошо само видит ну насчет разного того что такие изменения странные возможно именно с этим связано то что мы в ультрафиолете не видим а вот существа которым не важно вот этот хрусталик и нет у них например членистоногие у которых глаза фасеточные самая знаменитая в смысле зрения членистоногая это рак богомол такой есть рак богомол у него значит лапы клешни передние устроены как лапы у богомола знаете да складываются в локти вот так раз и могут что-нибудь перекусить они могут но я такого не видел вот они могут пальцы у хозяина откусить такого размера живут они иногда в аквариумах дурные дурные но у них зрение самое необыкновенное вот у нас оно так сказать трехцветное у них этих цветов гораздо больше я боюсь боюсь собрать но их гораздо больше их не три гораздо больше цветов и плюс к этому они даже чувствуют ультрафиолет и они могут распознать поляризацию света даже для жителей подводного мира это важно потому что при отражении от раздела вода значит и атмосфера свет поляризуется луч света для них это важно в принципе говоря ну вот вот такие вот но у них там нет хрусталика поэтому им не важно можно ультрафиолет видеть но я думаю что под водой не очень много ультрафиолета поэтому так вот они не увидят у нас тут ультрафиолета много поэтому нам лучше его не видеть можно понятно ну в общем из того что вы сказали это конечно для меня совершенно новое знание никогда над этим не задумывался но получается так что да как бы с обоих сторон есть ограничения но в то же время есть другие биологические формы жизни которые все-таки эти ограничения обошли и наверное если бы сильно надо было чтобы человек видел этот широкий спектр то наверное нашлось бы инженерный режим но по всей видимости эволюция решила эти хвосты отбросить по бокам и видеть только вот эту вот центральную самую мощную часть излучения а вы обратили внимание на то что это мое скажем так наблюдение мое открытие я этого никогда ни в какой литературе не читал не знаю додумались до этого другие люди или нет но обратите внимание что если мы видим тот видимая часть спектра мы видим именно вот в той самой мощной части излучения это вообще как раз общеизвестный факт да мы видим в районе спектр абсолютно черного тела температура 6000 кельвина да это к тому что мы никакие не инопланетяне а мы действительно приспособлены к солнцу нашему мы не прилетели с Сириуса или откуда это как бы то есть наше зрение именно заточено под солнечное излучение ну или мы прилетели со звезды где температура поверхности такая же как у солнца ну да допустим но мое мое открытие скажем мое изобретение велосипеда который может быть кто-то в тайне от меня тоже уже давно изобрел заключается в том что вот смотрите вы помните вот эти цифры границ спектра от скольки до скольки вот эта длина волны мы видим примерно я так на ходу не помню но это скажем один микрон уже не видим и где-нибудь 0.1 0.2 это тоже уже ультрафиолет для нас а ваши данные какие мои данные ну что-то там в микронах я уж не знаю то ли это 350 то ли это нанометров тогда уж нанометров то ли 35 ну короче условно назовем это 35 35 единиц на красном краю и 70 единиц на фиолетовом краю примерно так ну наоборот потому что фиолетовый край короче да получается наоборот да значит на 70 на красном краю 700 тогда уж 700 нанометров это красный и 350 фиолетовый да получается да так вот кстати в два раза различаются да в два раза вот именно в два раза это неспроста именно в два раза потому что по факту мы видим одну октаву если перевести это в музыкальный в музыкальную аналогию мы видим одну цветовую октаву и в принципе ведь мы могли бы видеть уже или чуть-чуть шире но мы видим ровно одну цветовую октаву и это я связываю с тем что человек в том числе заточен под художественное восприятие мира и в принципе видеть мир в самом мощном диапазоне излучения достаточно вполне одной октавы чтобы полноценно художественно осмыслить видимый мир потому что я вот как раз специально перед вашей передачей еще разговаривал с одним композитором моим другом уточнил уточнил на всякий случай правильно ли я мыслю он он считает он подтвердил ту мою мысль что все великие музыкальные киты в принципе можно сыграть на одной октаве все это музыкальное ядро мелодии оно в одну октаву прекрасно вписывает то есть главный весь основной художественный текст ядро художественной мысли вполне в одну октаву вписывается поэтому этого вполне достаточно для полноценного восприятия действительности вот такая вот такова вот идея именно поэтому мы видим одну октаву а не полторы октавы хотя так сказать тут как-то очень трудно с этим согласиться честно говоря да ну а почему же вот октава это когда длина волны удваивается что же вот тут произошло это удваивание значит у нас от 380 нанометров фиолетовый до 740 красный ну получается что ну почти в два раза да почти в два раза примерно одна октава да так ну ладно это было это было скажем такая вот начало надо сказать еще вам один момент что вот в этой самой в пределах одной октавы там же бывает у вас возникают биения да биения да биение какое биение когда два звука складываются с разной частотой если частоты кратные там происходят всякие интересные вещи вот а вот в оптике вот эти вот биения можно наблюдать только если у вас фактически лазерное излучение неестественно в естественном свете это очень сложно ну почему если мы допустим будем излучать зеленый синим цветом и желтым цветом они должны быть когерентны дело в том что когда вы излучаете звук скажем дергаете гитарную струну она в общем калибрится излучает ну в общем-то спектр некие да несколько тонов но они все вот когерентны друг с другом у них одинаковая так сказать фаза там одинаковая а вот тут вот это не так для оптики нет каждый кто во что гораст каждый кусочек нагретого тела каждый атом излучает сам по себе вот а лазер нет там они все в одном в одной частоте да с неким сомнением я воспринял вот это ваше положение потому что нет нет биения нет интерференции основы для музыкального рассуждения тут как-то нет не получается это лазеры если да то тогда поехали семь нот лазерных да и поехали делать как у у кого там кто там был цветом музыки увлекался скрябин да ну что-то такое слышал да ну вот тогда надо скрябину делать лазера интерферировать но это плохо на самом деле там особо ничего не получается с этих то есть вот вот эту идею насчет того что мы видим одну октаву вы считаете что это очень сомнительная гипотеза ну это так сказать художественное видение это называется вы так видите будешь художник ну короче говоря я понял что вы особой такой вот научного такого вот великого смысла в этом не видите да ну вот к сожалению да как-то так ну что что поделаешь значит в том-то и сила великих людей какой им я себя причисляю ну естественно естественно что вас не понимают это да так и должно быть не-не в том что кроме великих достижений мы еще и делаем великие ошибки это почему-то иногда вы предвосхищаете там за века просто вот очень люди они не хотят этот факт понять что вот когда они нами восхищаются они забывают что цена наших достижений это колоссальные жизненные провалы колоссальные ошибки и почему-то они отказываются нам эти ошибки прощать а ведь мы же как бы у нас широкий спектр и мы как бы и туда и там достижения великие достижения в чем-то выдающимся но и великие провалы и такову цену приходится для равновесия платить так что вот вы сейчас можно сказать разоблачили мою великую ошибку что есть и доказывает ну это может быть и не ошибка и уж так я просто высказался что это мало 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 с музыкой пересекается ну хотя здорово интересно хорошо ну а теперь давайте уже перейдем к основной части разговора я тут у себя в тетрадке пометки сделал и сейчас я тут посмотрю так ну вот например вот у меня тут раздел чем отличается выдающийся художник или выдающийся музыкант от если это по музыке сравнивать с тем кто играет на скрипках в филармонии или тот кто в академии вот эти всякие академические произведения создает дело в том что академия или та же самая филармония консерватория они нужны для того чтобы сохранять уже существующие наработки потому что ну если пропадут носители вот этой вот высокого искусства то пройдет лет 50 и уже никто так как Рембрандт рисовать не сможет а или даже точно так же как тот же самый Казимир Малевич то так тоже надо уметь рисовать потому что конечно квадратики может нарисовать любой но составить такого уровня композицию экспрессивную это уже надо мыслить уметь это уже надо учиться во всех этих академиях так вот если задача филармониста или художника академиста это просто сохранять и сберегать уже достигнутые достижения то задача передовых художников это открывать новые горизонты открывать как бы открывать новое пространство новую 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 новое художественное пространство и в этом смысле я вот как первый открыватель я иду в неведомые края и неизвестно что я там найду но одна главная идея такая у меня есть что если я буду в эти неведомые края идти то что-нибудь да найду это примерно как вот в вашей науке есть вот просто профессора которые в институтах сохраняют знания а есть научно-исследовательские лаборатории которые знают что-нибудь да мы откроем в любом случае если будем заниматься вот этой вот наукой вот примерно тут та же самая история и вот как бы если задача скажем филармониста или художника академиста просто повторять уже существующее то я захожу за эти флажки и вот когда я захожу за эти флажки ну как в песне Высоцкого что вот волки они за флажки боятся зайти а я вот то есть какая то есть тут тоже есть вот это так устроена человеческая психика еще не каждый способен за эти флажки зайти это на самом деле подвиг великий и когда мы заходим за эти флажки мы оказываемся в неведомом пространстве совершенно непривычном для нас нетипичной для нас психологической ситуации я это поскольку ну это уже мой личный реальный опыт я вам сейчас описываю что я чувствую в каком-то смысле как космонавт чувствую впечатление которое на земле не почувствую так вот находясь вот в этом новом арт-пространстве в которое еще никто не ступала нога человека а я первый сюда зашел застукив за эти флажки я попал в нетипичную среду к которой никто из нас живущих и я в том числе не приспособлен и что я там вижу я это понимаю примерно точно так же как вот я кстати как и вы тоже верующий в бога человек и сторонник христианской христианского вероучения хотя как бы я уже я себя называю православный в отставке но в принципе я полностью все это поддерживаю то есть я на стороне вот это христианского в основном на стороне христианства хотя и остальные религии я тоже как бы изучаю уважаю но основной моей базис это христианство конечно так вот что я хочу сказать вот в нашей парадигме когда после ухода в мир иной мы попадаем в некое новое пространство и вот там есть ад и рай и как я понимаю что если человек божий если он как бы чист сердцем как говорится то он выбирает на чью сторону стать в ад или в рай если вот он весь насквозь пропитан грехами то его сразу на сковородку как магнитом тянет а если это светлый человек то он идет в рай и вот по этой аналогии я когда я выхожу вот в это неведомое пространство это практически как я умираю и я чувствую как на меня со всех сторон атакуют с одной стороны демоны агитируют и я чувствую вот эту негативную энергию меня всего труси а с другой стороны я чувствую божественную энергию и вот когда я нахожусь вот в этом состоянии за флажковом мне главное в сердце свое пустить бога стать на вот эту светлую сторону и в этом состоянии дальше продолжать вести вот эту художественную свою работу продолжать рисовать вот именно по такой методологии я создаю свои вот эти вот на сегодняшний момент пока что эскизы но дальше и картины я тоже буду погружаясь в это состояние и вот почему допустим сегодня можно нарисовать картины Рембрандта можно повторить картины Леонардо да Винчи или черный квадрат нарисовать и они уже не будут производить такого сильного впечатления потому что на оригинальных картинах Рембрандта есть вот этот отпечаток вот этого прямого контакта с тем потусторонним миром и я лично считаю что вот на мой взгляд именно с божественными проявлениями если в случае Рембрандта а если мы сейчас как академисты просто повторяем его картину но это все равно что как на конвейере отстамповали ну довольно качественный продукт но он это вот как след Нейла Армстронга на Луне о вот там запечатлен вот этот первый контакт а можно там натопотить можно навести этого лунного грунта понаштамповать на конвейере следы и продавать как сувениры но это будет уже совсем не то вот как бы одна из великих сил вот этих произведений искусства которые висят в музее а не тех что продаются по всяким галереям или там ну что вот эти вот рисуют нынешние художники которые основная там масса художников они больше как академисты и мы уже не говорим про аматоров то это разница заключается в том что ну да уже ну совсем уже кустарщина да которая даже на академический уровень не тянут то разница заключается в том что вот те картины которые висят в музеях тот же самый черный квадрат на нем есть вот это вот след бога вот в тот момент казимир малевич коснулся вот этой вот божественного мира и он вот как есть верующие верят в чудотворные иконы в некотором смысле черный квадрат из Третьяковской галереи вот этот 15-го года это и есть тот портал тот точка тот момент больше 100 лет назад к этому полотну через ну бог был в том месте это святое место это как вот есть места есть на Украине такое место Почаевская лавра якобы там правда это или неправда но по крайней мере такой миф есть там Богородица на камне отпечатала свой след ноги и туда ходят как паломники ну как бы место Божьего присутствия так же как и река Иордан где Иисуса Христа христили в общем места где действительно происходили великие исторические события религиозно-божественного значения где Бог вступал человеком в прямой контакт вот вот эти великие произведения живописи которые хранятся в музеях это и есть вот эти точки соприкосновения в каких через худ человек рассматривая эти картины тоже может войти в контакт и единственное что как мне как в чем разница между современным искусством которое сейчас уже new new art искусством старым в том что все-таки одно дело мы приходим на место паломничества когда там Иисуса Христа 2000 лет назад крестили а другое дело где вот этот вот конкретно конкретный святой человек здесь и сейчас вступает в контакт с Богом вот в принципе вот этим и принципиально отличается старое искусство от нового так теперь следующий у меня пункт это сейчас посмотрю что у меня тут так я вот тоже с вами хочу поделиться своим искусством у меня значит как это новая искренность как нам назвал один гость значит мы иногда тут отвлекаемся и говорим по телефону я в этом случае просто выключаю свой микрофон да а вы не тушуйтесь вы продолжайте хорошо а да касательно этой новой искренности я бы это назвал беспонтовостью так сказать беспардонностью да ну без я бы назвал беспонтовость потому что вот я кстати заметил что все великие авангардисты ну по крайней мере как минимум большинство это действительно совершенно беспонтовые люди потому что а уже вот эти филармонисты это они любят галстуки и пиджаки а вот такой вот даже ваш журналистский такой стиль беспонтовый в этом вы в смысле авангардист то есть вот возьмем например знаменитого дудя ну это как какой-нибудь там спиваков из оркестра виртуозы Москвы да его знают его знают все он гораздо знаменитее чем вы но но вы авангардист и вполне возможно пройдут годы и про дудя никто и вспоминать не будет а Бориса Бояршинова будут будут вот это настоящий блогер истинный хорошо сказали хорошо сказали я как бы смотрю на это с колокольней вот этой художественной и со своей копенгагенской интерпретацией реальности хорошо продолжайте вашу идею продолжайте так вот значит у меня доходим у меня сейчас пункт 7 у меня следующий а вот о вот пункт 7 еще о котором я хотел поговорить это стили архитектуры я имею ввиду глобальные стили архитектуры потому что есть стили архитектуры есть стили архитектуры не глобальные а есть стили архитектуры Глобальный стиль архитектуры от неглобального стиля отличается тем, что он во всем мире есть. Вот, например, мы возьмем какой-нибудь стиль камбоджийской архитектуры. Ну, она только в Камбодже есть. Или стиль индийской архитектуры. Там, я не знаю, еще какой-нибудь африканской архитектуры есть, всякие знаменитые архитектурные объекты. О, даже вот возьмем еще, вот есть еще такой стиль, если говорить о русском стиле. Вот стиль, как построен на Красной площади исторический музей. Как называется? Псевдо-русский стиль, он же и ГУМ, вот эта вот передача, псевдо-русский стиль. Это есть архитектурный стиль локального значения, не местного значения, региональный. А есть действительно настоящие глобальные архитектурные стили. Вы, Борис Сергеевич, меня слушаете, да? Все-таки как-то, когда вы говорили по телефону, мне разговаривать со стеной как-то не очень. Нет, а я вас слышу все равно. Меня не слышите вы, чтобы не мешать, и зрители не слышат, а я вас слышу. Я теперь понимаю вот этих актеров, которые вот именно в русском кино, что вот когда снимаются дубли, все равно вот если, допустим, один актер говорит другому, то все равно тот, с которым он разговаривает, тоже должен быть на съемочной площадке. Действительно, психологически это легче, чем просто со стеной разговаривать. Я понимаю, я понимаю. Так вот, значит, теперь о глобальных стилях. Ну вот я вам, вас как интеллектуала широкого профиля хочу спросить, вот какие глобальные архитектурные стили вы знаете? Ну вот из последних, это, наверное, самый модный, и Москва славится, конструктивизм. Не только Москва, я думаю, что и другие города бывшего Советского Союза сохранили много конструктивистской архитектуры. А так вообще родиной конструктивизма, как иногда еще называют современные архитектуры, были Германия и Советский Союз. Ну в Германии очень сильно поработали бомбардировки, а в Советском Союзе не в такой степени, очень много осталось его, да? И в общем-то широкой публике, как ни странно, конструктивизм, ну совершенно не нравится, коробки какие-то, да? Ну, вот то, что появилось при Хрущеве, Никита Сергеевича, это уже называется, наверное, модернизм, не путать с модерном. Вот в русском языке есть два слова, которых по отдельности, наверное, нет в европейских языках. Модерн – это вот тот стиль, который был, ну вот, конец 19-го, начало 20-го века, шехтель. То, что в русском языке называют модерн, в английском языке это называется арт-нуво. Арт-нуво, да. А у нас это называется модерн, и еще модернизм – это то, что при Хрущеве было. Конечно, вот эти, так сказать, коробки пятиэтажек хрущевских очень как-то неудобно называть каким-то высоким стилем, но, правда, при нем и создавались вот в этом жанре, вот, например, ну, так, сейчас их, вроде, как признают, как хорошие постройки. Это, во-первых, это, как это называется, дом пионеров, да, дворец пионеров на Ленинских горах такой есть объект, раз. Во-вторых, есть объект, называется он кинотеатр Пушкинский, сейчас его, по-моему, называют, да, бывший кинотеатр России. Это вот там обычный кинофестиваль московский, его такая вот элитарная часть там проходит. И есть еще замечательное место, это вот недалеко от МГУ, вот на этой вот, ну, это достаточно далеко, на самом деле. Раньше был как-то кинотеатр типа «Прогресс» или как-то еще, а теперь это театр Армена Жигарханяна. Вот, вот это вот такие вот объекты, у него есть еще брат-близнец в Москве у этого театра. Вот, вот это вот объекты назывались, ну, это из последних стилей, ну, туда дальше, что уходить там. К этому стилю вы не относите этот вот на Крымском валу Третьяковку и вот это здание этой вот, как, Академии наук с мозгами сверху, которая. Это все он же, этот стиль, вы это имеете в виду? Ну, это не лучшие его образцы. Да, не лучшие, но в смысле, я просто то, что вы перечислили, я тех архитектурных объектов по памяти сказать не могу. Так, может, если увидеть на фотке, я бы подтвердил. Ну, по крайней мере, этот стиль в лучших своих проявлениях, это еще пионерский лагерь Артек. И, по-моему, это тот же самый, Артек не знаю, что там, там, по-моему, много разных зданий. Случайно не тот же это стиль, который в Питере недавно, вот, рухнула крыша, еще там, онлайн, все было записано, как в каком-то американском блокбастере, помните, там, сварщики какие-то падали с этой крыши. Это вот этот стиль? Нет, 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 это не то, нет, не то. Там та крыша, это, забыл фамилию, Кончелли, Кончелли был такой архитектор грузинский, не путать с двумя другими Кончелли. Да, композитор-то есть еще, композитор есть еще, Гия Кончелли. Да, есть композитор, есть актер Кончелли, вот, и вот, значит, у него там, значит, идеи натянутые тросы, и вот на них лежит крыша, а тросы эти должны рано или поздно проржаветь, и вот они ржавеют и рвутся. Нет, это такое неудачное техническое решение, на самом деле, вот. Ну, по всей видимости, то, о чем вы сейчас говорите, в Киеве, это киевская центральная библиотека или центральный архив в этом стиле, он как раз в фильме «Чернобыль», вот этом четырехсерийном, там снимали, типа, это было какое-то министерство московское, это на самом деле киевская библиотека. Ну, этот стиль называется брутализм. Вы, наверное, слышали такое слово? Ну, вот эта библиотека, наверное, брутализм, еще есть такой культурный центр в Таллине, который был к Олимпиаде построен, сейчас он никак не используется, кроме как в фильме Нолана, в последнем фильме Нолана он с ней снят был. Ну, в любом случае, если мы говорим о 20 веке, о послевоенном стиле, да, это брутализм. И последний еще стиль, который тоже в каком-то смысле можно назвать как еще один глобальный стиль, это деконструктивизм. В моем понимании, что вот конструктивизм, он же был построен до войны, и вот вы говорите, в Германию разбомбили, все осталось в России, на самом деле, ну, в Советском Союзе, потому что на Украине тоже много конструктивистских сооружений. В Минске тоже там вот. Да, да, он вообще прям. Так вот, что я хочу сказать, что огромное количество архитекторов выехало в Израиль, и весь Тель-Авив, старый, первый, он весь конструктивистский. Поэтому еще одна локация в мире, где такого настоящего подлинного конструктивизма тех времен, это Тель-Авив. Поэтому вот их три локации в мире, на самом деле. Да. И вот, что еще хочу сказать, что, а как деконструктивизм, вы знаете такой стиль? Значит, кому интересно, там сейчас, можете там на паузу нажать, или что там, параллельно слушая, в гугле глянуть, деконструктивизм. Это выглядит примерно так, как вот, поскольку конструктивизм, он был до войны, а потом прошлись бомбардировки. И вот, если конструктивистские здания разбомбить, то они внешне напоминают вот такие вот здания, ну, как бы, конструктивизм, разбомбленный конструктивизм, он родил такую новую экспрессию, и на базе вот этих получившихся форм, я так понимаю, и родился конструктивизм. Ой, деконструктивизм, потому что ведь разрушали разные здания в разных архитектурных стилях, но именно разрушенные конструктивистские здания, распадающиеся, они очень выразительно смотрятся. И вот, например, знаменитая архитекторша Заха Хадид, вы, может быть, слышали про такую? Да, да, она даже в Москве что-то построила. Да, да, она в Москве построила что-то. Она, кстати, ну, они как-то этот проект купили, московский офис какой-то, они его купили, а стройка шла больше 10 лет, и они купили его у еще малоизвестной архитектурной фирмы, а когда стройка закончилась, это уже был, как бы, продукт суперкрутой архитектурной фирмы, и это инвестиции оказались фантастические. То есть купили проект по дешевке за время строительства, он взлетел до небес. Сейчас это уже объект, уже все, это охраняемый ЮНЕСКО объект, можно сказать. Так вот, вот эта вот Заха Хадид, она начинала в стиле деконструктивизма, с этого. Но все вот эти три стиля, которые мы сейчас обозначили, они все классифицируются в западном искусствоведении как модернизм. Все это модернизм. И можно так, по большому счету, конструктивизм, брутализм и деконструктивизм – это три ипостасии одного стиля, если говорить по большому счету. То есть вот эти квадратики, кружочки, треугольнички. Все к этому сводится. Да, кстати, еще знаменитый такой, то ли конструктивизм, то ли брутализм, что-то такое среднее, не пойми что. Это же еще Бразилия. Как же его зовут? Архитектор Оскар Немейер, да. Так вот, а есть же еще глобальные архитектурные стили, кроме этих, вы не вспомните? Более старинные? Или более старинные, или наоборот, более современные. Более современных я затрудняюсь вспоминать. Старые-то, пожалуйста, сколько хотите. Я имею в виду глобальный, глобальный. Не просто сколько. Глобальный, классицизм, там был такой замечательный стиль. Да, правильно. О, барокко. И туда дальше уходить вдаль, как-то вот светлую, там какой-то такой перерыв, и надо уйти в античность, тут назвать классицизмом тогда, вот все эти вот эти классические формы. Ну, больше я не назову, боюсь, что. Я еще вам подскажу, еще есть такой глобальный стиль, готика называется. А, да, да, пропустил. Ну, готика, и тогда еще романский стиль добавьте. Романский стиль, это что-то такое непонятное, это как разновидность классики, я бы это назвал, скорее всего. Не знаю, это, так сказать, то архитектура была, что была на руинах Римской империи, скажем так. Ну, назвать ее каким-то, так вот это попроще, мастерства того не было. Да, но назвать это каким-то, знаете, таким вот выдающимся глобальным стилем, сильным, мне трудно. Вот есть классика, да, вот типичный образец, это Парфенон, он же Капитолий, что там в Москве, я не знаю, что в эту категорию записать. Ну, допустим, вот они, этот же классический стиль, это в Риме, вот это все, это собор Святого Петра, это все вот это, весь этот Ватикан, это все классика. Потом появляется в империи каролингов, это что же, не просто так эта готика появилась, это именно вот главный стиль империи каролингов. Потому что искусство, оно всегда идет рядом с большими социальными процессами, и поскольку была Великая империя, кстати, вот интересно, что мало кто знает вообще о существовании этой империи каролингов. Это в массовой культуре мало раз, по крайней мере в советском вот этом нашем пространстве. В советском учебнике это было, называлась империя Карла Великого? Да, ну, в общем, когда я разговариваю с людьми и говорю, что была некая империя каролингов, то я очень редко встречаю, почти не встречаю людей, которые в курсе, что такое было. Хотя про Римскую империю знают все. Ну, это еще связано с тем, что в коллекциях наших музеев, по крайней мере, московских, этот период представлен плоховато, да? В общем, да. В Мушкинском музее только один уголок есть там вот этой той эпохи, эпохи Каролингов. В общем, тема это как бы в нашем, по крайней мере, на этом советском пространстве. Это плохо освоенное, то есть как искусство это очень плохо освоено, да. В общем, так вот, еще раз повторю, какие я вижу, я как эксперт в этом вопросе, мое мнение может не совпадать с мнением каких-то учебников или еще что-то. Я же все-таки на передовом рубеже, и с моих передовых рубежов все выглядит немножко не так, как может быть это выглядит с точки зрения академии. Вот, например, я приведу такой факт, что до начала XX века самыми великими художниками считались, точно не помню кто, там парочка их была, но один из них, это был Рафаэль. Сейчас же все радикально изменилось, сейчас после того, как Ван Гог вышел на историческую сцену, с точки зрения, с этой колокольни Ван Гоговской оказывается, что через эту Ван Гоговскую оптику искусство выглядит совсем по-другому. И великие художники прошлого – это Рембрандт и Леонардо да Винчи. Хотя в XIX веке, но это были какие-то второсортные художники, и Мона Лиза картина, она висела в туалете у Наполеона. Это не считалось каким-то великим произведением живописи, и очереди к Моне Лизе никогда не выстраивали. И тот же самый Рембрандт, который в Эрмитаже, совершенно варварски реставрировали эти картины, их при Екатеринах или Елизаветах, в тех временах, эти картины вскрывали лаком каким-то, который тонировал, чтобы под общий тон подогнать коричневат. То есть с этими картинами обращались вполне себе по-варварски, это были просто какие-то предметы роскоши, назовем, или инвентаря домашнего. Особо по-настоящему Рембрандт стал в почете уже в эпоху развитого социализма. Тогда уже провели серьезные реставрации этих картин, и мировому сообществу была представлена русская коллекция Рембрандта. А до этого это был вообще какой-то заштатный художник. И чудом оказалось, что в России одна из самых таких стильных коллекций Рембрандта находится. А теперь вернемся к архитектурным стилям, потому что архитектурные стили, это просто они через архитектуру лучше всего видны стили. Эти же стили, они и в живописи проявляются в том числе. Так вот, я вижу такие глобальные архитектурные стили, потому что приведу к примеру, вот есть стиль египетский. Он в каком-то смысле и, он стиль, да, он в каком-то смысле, в некотором смысле даже на конструктивизм похож. На арнуво похоже. Но этот стиль не является глобальным. Вот они там в Египте что-то строили и все. Больше ничего подобного нигде нет. А вот такой стиль, как классический стиль, он как коронавирус, разнесся по всей планете. И во всех точках нашей планеты есть здания, построенные в классическом стиле. Причем этот стиль, нельзя сказать, что он относится к какому-то времени, например, Римской империи. Потому что классические сооружения, например, Капитолий, одно из самых таких, или в Германии какой-то есть музей, по-моему, в Берлине. Тоже он вообще очень на Парфенон смахивает. Эти здания вполне классические, они являются образцами такой вот классики. Но эти здания построены вообще чуть ли не в 20 веке. Я уж не помню, когда этот Капитолий построен. Но это совсем свежая постройка. Это тот же самый Белый дом, это тоже классика. Ну, я имею в виду Белый дом в Вашингтоне. То есть это не так, что сначала была классика, потом готика, потом модерн, он же конструктивизм. А потом следующий стиль, о котором я скажу чуть-чуть позже. Нет, такого не было. То есть стиль рождается, и он живет. Вот как для Советского Союза это не свойственно. А я вот когда жил в Англии, я заметил там такую штуку. У нас как? У нас сначала один стиль, потом прошла война, все выкинули в мусорку. Все, теперь у нас новая жизнь. Потом новая жизнь, все старое выбрасывается. А в Англии параллельно и паровозы ездят, и машины среднего, и на конях люди ездят. То есть все исторические стили жизни представлены. Не было такой культурной революции, когда все, мы весь старый мир разрушим, и на его руинах будем строить новый развитой социализм. Там как шло, так и брело. И это же касается глобальных стилей архитектуры. Вот он появился когда-то в Древней Греции, классический стиль. Он не умер. Он продолжает жить, продолжает строиться. Конечно, передовые архитекторы, они выбирают более современные стили, но в любом случае мы видим, что классические сооружения были построены, выдающиеся классические произведения архитектуры были построены через тысячелетия после того, как этот стиль вообще был впервые явлен мирую. Это же касается готики. Вот, например, готика. Она появляется во Франции, на территории Франции в XIII веке примерно, насколько я помню. А ведь легендарное готическое сооружение, две таких крупных готических сооружения, это Вестминстерский палац в Лондоне, Биг Бен он же, и в Будапеште здание парламента. Ведь это образцы высокой такой очень крутой готики, а это построено, по-моему, вообще в XIX веке, насколько я помню, если я не ошибаюсь. И то, и то. То есть совсем свежак. И весь этот же Оксфорд, который отстроен в готическом стиле, это точно не XIII век. То есть вот мы видим примеры того, как стиль продолжает жить. Два стиля, как вот одновременное сосуществование двух систем было, коммунизма и социализма. Вот мы наблюдаем одновременное сосуществование готики и классики. Потом появляется уже в XX веке модерн, о котором мы говорили, и он представлен основными тремя своими ответвлениями. Потом же появляется вот этот вот, как вы сказали, барокко. Ну, это можно так сказать в каком-то смысле барокко, и оно же потом в ар-нуво, которое в российской терминологии считается модерном. Ну, это все такое родственные вот эти стили. Может быть, разве что ар-нуво можно выделить в отдельный такой самостоятельный глобальный стиль, который действительно очень сильно не похож на другие стили, и в то же время у него есть свое лицо и массовое распространение по всей планете. А, потом же еще внутри конструктивиста вот этого стиля модерн, который вот мы называем конструктивизм, брутализм и деконструктивизм, еще перед брутализмом был стиль, который назывался... Гуги его называют. И у него еще второе название есть. Популюкс. Вот, Популюкс. Слышали такое название? Нет, первый раз слышу такое название. Более всего этот стиль был распространен в Америке. Все-таки Европа, она пошла более по такому пути, более бруталистическому. Ближе к популюксу все-таки, наверное, вот этот вот в Бразилии, вот этот Оскар Немейер. То есть вот эти все иллюстрации эпохи Гагарина, когда они там показывают мир будущего, вот на этих журналах всяких фантастических... Ретрофутуризм, если мы набираем в поисковике, вот эта ретрофантастика 60-х годов, она как раз-таки демонстрирует вот этот вот стиль популюкс. Он очень похож на конструктивизм, но все-таки это не Мельников, не мисс Ван дер Роа и не вот этот архитектор, который как в ЗАГСе там... Мендельсон, да. Мендельсон, он был еще не только композитором, но еще с такой же фамилией есть архитектор-конструктивист. И потом, значит, и следующий стиль, вот когда в 90-х годах заговорили о том, что вот настал конец искусства, также говорили о том, что настал конец истории, когда развалился Советский Союз. Сейчас смешно уже об этом говорить, что история кончилась. А мне вот в начале 2000-х годов на полном серьезе рассказывали, рассказывали, Игорь, все, ты вот зря занялся этой живописью. История искусства кончилась. Все уже, все, что можно было придумать, уже давно придумали. И тут появляется новый глобальный стиль. Называется параметризм. Вы слышали такое слово? Нет, ни разу. Знаменитый, вот как раз Заха Хадид, и вот это вот московское здание, которое она построила, оно как раз вот в этом стиле параметризм. Но поскольку оно очень старый проект, это еще такой параметризм в зародышевом состоянии. Наиболее яркие образцы параметризма, вот так сходу, если сказать, знаете что, чтобы я тут голову не ломал, потому что я эти названия не помню, так фотографии-то я этих зданий всех прекрасно знаю. Так вот, кто сейчас смотрит, пробивайте слово параметризм. И архитектура параметризма, и вы сразу поймете, о чем идет речь. Вы все эти картинки видели, я в этом не сомневаюсь. И даже, вот я так не помню, чтобы в Москве были яркие такие параметрические здания, но вот Дубай, Китай, по-моему, ну в Европе очень много, по-моему, параметрики построено. В общем, это такой новый стиль. И вот в этом стиле параметризм как раз-таки я и творю. Только я творю живопись. Вот в чем абстрактная живопись в стиле параметризма. Вот в чем моя, скажем так, особенная. И вот представьте, в английской версии это называется параметрицизм. У нас вроде как параметризм. И вот поскольку я был один из первых вообще художников, мое первое произведение в параметрическом стиле, я создал в 2005 году. А само слово параметризм в оборот было введено в 2008 году, когда немецкий архитектор Патрик Шумахер написал книгу «Манифест параметризма». Она есть на русском языке. Патрик Шумахер «Манифест параметризма». Кому интересно, можете почитать. Ее легко найти. В аудиоверсии я не видел, но в читальной версии она есть. Не сильно толстая книга. Так что прочитать можно. Там описываются основные идеи, почему это новый стиль, почему это новый глобальный стиль. Ну, в общем, основные мысли вот этого вот. И поскольку я занимаюсь этим параметризмом, то вот если говорить о моих открытиях, которые я сделал вот в этом жанре, то мои открытия, которые на сегодняшний момент все засекречены, но массив данных, которые я получил, осмыслил и осмыслил, и которые я опишу потом в своей книге, которая будет прилагаться к моим картинам, то мой труд будет не менее масштабный, чем и не менее, скажем так, интересный, чем книга Патрика Шумахера манифест параметризма. Сам же этот Патрик Шумахер, это он же по совместительству является директором архитектурной фирмы, в которой работала Заха Хадди. Так что вот, что бы еще такого сказать по этой теме. Параметризм, то есть вы этим самым параметризмом. Да, да, то есть вот как бы я вам... А, да, вот что я хочу сказать, вот еще одна вещь. Вот я в Фейсбуке и в Инстаграме, а также на Фикликре у меня логин Параметризм. И у меня почтовый ящик на Gmail тоже Параметризм. Я это создал в 2018 году, все эти аккаунты. То есть, насколько это свежо и ново, что все эти слова оказались не заняты. Вы попробуйте модернизм или готику зарегистрировать. Эти слова уже давно заняты. То есть, если я в 2018 году смог создать аккаунты с этими словами, это совсем, это переднейший рубеж. Мало кто вот всерьез этим занимается. И если говорить именно о художниках-абстракционистах, которые занимаются этим параметризмом, я же исследую это пространство. Есть один, который сильный. Кому сильно интересно, пишите мне в личку. Я скажу, он живет в Москве. Вот, в принципе, и есть еще один, вот где-то я его, я с ним познакомился на Инстаграме. Тоже он что-то такое более-менее вот в этом стиле рисует. А так, в основном, все, кто рисует в стиле параметризм, это аматоры. Они очень плохо рисуют, но видно, что вот люди, да, люди понимают, что это передовой стиль, но они рисовать не умеют. А вот людей, которые более-менее прилично умеют рисовать, вот кроме себя, еще двоих я могу назвать. То есть, это очень-очень мало. Это говорит о том, что я действительно один из основоположников этого стиля. То есть, я когда проверял историю, я когда изучал историю появления абстрактного искусства, меня тоже удивляло, что, а что мешало эти квадратические треугольники рисовать другим людям? А оказывается, в тот период, когда творил Малевич, вот, все это началось, первая абстрактная картина была нарисована в 1911 году. Она сейчас в Тбилиси, в художественном музее хранится. Это Василий Кандинский нарисовал ее. И вот в последующие 20 лет практически не было художников-абстракционистов. Их можно на пальцах максимум двух рук пересчитать. То есть, вот он, новый стиль открылся, и он, причем, гораздо легче, чем все предыдущие, потому что все-таки квадратики рисовать это полегче, чем что-то в стиле Шишкина. И тем не менее, даже легче, чем картины Ван Гога. И тем не менее, людей, которые были бы готовы, а тут же ж надо ставка жизнь. Это не просто, знаете, в свободное время порисовывать, а это надо свою жизнь на карту поставить. Вот, готовых поставить свою жизнь на карту абстракционизма, первые 20 лет после того, как он появился, не возникал. Да, кстати, еще хочу сказать по поводу истории развития абстрактного искусства. Есть статья в Википедии на русском языке. Там на 80%, я давно ее не проверял, но, по-моему, последний раз, может, год назад ее проверял. Где-то на 80% этот текст написал я. Я ее полностью переосмыслил, переписал. Она радикально отличается от английской версии и радикально отличается от той русской версии, которая была. Потому что это был какой-то хаос, набор, ну, какая-то, как, знаете, вот взяли в мясорубку, перемолотили все. Грешно с праведным, непонятно где кони, где люди. Я, в общем, все это реструктурировал, переделал, подкрепил фактами, все в стандартах в Википедии, эти комиссии википедические, это все-таки серьезная статья. Вот эти сообщества википедистов, одобрили эту статью. В общем, она уже вот несколько лет, как она там висит, и довольно коротко, и при этом, ну, вполне себе ясно показывает историю развития абстрактного искусства от, начиная с 1911 года до сегодняшних дней. И, несмотря на то, что абстрактное искусство, оно фактически существовало всегда, потому что все эти персидские ковры и разные узоры на избах и на хатах, это же тоже абстрактное искусство. Но оно никогда не выделялось в отдельный жанр, то есть никогда не было такого, чтобы вот человек взял полотно, колст, масляные краски, нарисовал какие-то абстрактные узоры и сказал, вот это тоже живопись. Вот такой ребрендинг впервые был произведен в 1911 году. Василий Кандинский это сделал. То есть в этом, то есть появление абстрактного искусства связано не с тем, что вообще идею абстрактного искусства придумали, а в том, что это было институализировано. То есть художники выложили на полотно и было объявлено, что отныне абстрактное искусство тоже искусство, что это не просто там какие-то узоры на коврах, а это есть картины, картины. В статус подняли их из статуса узоров на коврах, из статуса узоров на коврах абстрактные формы были переведены в наивысший статус живопись на полотне. Авторская живопись на полотне. Вот в общем-то может вы что-нибудь откомментируете после такого моего длинного видео. Вообще здорово, да. я сейчас посмотрел вот это вот параметризм, да. Вот один художник, один, вернее, архитектор, он это так характеризовал. Вот берем, говорит, салфетку бумажную, да, как-то ее комкаем, и вот пускай будет такой формы, формы будет крыша. Дальше зовут инженера, инженер все это дело значит конструирует. Вот этот параметризм, это такая красивая форма, компьютерный график, или может быть там, ну, как бы-то сказать-то, ну, f от x y, короче говоря, функция такая поверхности. параметризм появился именно благодаря появлению компьютеров, то есть это плод компьютерной графики. То есть это изображение функций переменных. Да, до того, как не было компьютерных вот этих программ, не было вот такого массового явления, то есть это все, да, тут опять-таки как бы это что-то как-то связано с вот этими вот учениями Карла Маркса и Фридриха Энгельса о том, что орудия, средства производства определяют какой-то там уклад социальный. В общем, появление новых вот этих вот средств получения изображений родили новые направления в искусстве. Да, потому что в принципе вот эти вот попытки создавать такого рода формы мы еще можем увидеть в произведениях архитектора Гаудии. Вы, наверное, знаете. Да, и даже но все-таки все-таки Гауди от того компьютерного параметризма очень сильно отличается. Да, он еще был обычный архитектор, а тут уже архитектор он интуитивно чувствовал, да, но он вот разница между Гауди и Сахой Хадид ну примерно такая, как между Циолковским и теми, кто непосредственно на Луну отправляли космический корабль. Там это фантазии, а тут это уже подкреплено техникой очень серьезно, и поэтому оно обрело вот такие уже формы. Так, с этого мы остановились. Теперь следующий пункт моего списка разговора, это вот пункт номер восемь, у меня, о, стоимость картин, вот как раз нашу лекцию разбавим интересной темой, но пока я не забыл, я еще разбавлю ее анекдотом про художника. Значит, художник, обычный, обыкновенный такой художник рисует не абстрактную, а реалистическую вполне картину, хотя может быть и абстрактную, это не важно, но ему позирует натурщица обнаженная. Мастерская художника для тех, кто не знает, это выглядит обычно как квартира, просто квартира, которую художник рисует. И в этой квартире, как в любой квартире, есть кухня, ванна, туалет, ну а комната, там просто не диваны с телевизорами стоят, а там все это художественное оборудование. Так вот, они вот в этой комнате сидят, точнее, рисуют, она позирует, он рисует, а потом он ей говорит, ну что, подустали мы, давай передохнем, одевайся, накидывай халат там, пойдем в кухню, сходим, покурим, кофейка попьем, ну вот они сидят, в кухне пьют, кофейка курят, отдыхают, и тут звонок в дверь, художник говорит, а, жена пришла, так, срочно раздевайся, пока она ничего не заподозрила. Понятно, дальше, это хорошее. Да, да, такой вот, это, по-моему, самый смешной анекдот про художников, который я знаю. Да. Так, дальше, а, теперь стоимость картин, да, вот стоимость картин, почем нынче, почем нынче русалки? Да. Значит, налетай, торопись, покупай живопись. Так вот, значит, нынче картины идут по таким ценам. Вот, когда у нас, например, я с Украины, поскольку, у нас тут по телевизору показывают некого художника по имени Криволад. как сказал бы, как говорят, свои и наши. Я не вхожу в эту среду, я специально, я, кстати, не член Союза художников, по идеологическим, по идейным соображениям, я считаю, что это все наследие кровавого советского режима, и у этой организации руки по локте в крови настоящих украинских художников, вот, например, Алла Горская, которую убили, например, это великая украинская художница, все это было с подачи Союза художников, я в этом не сомневаюсь, поэтому, как говорится, просто вступать в эту организацию в западу, потому что, ну, это тех моих предшественников, я настоящий потомок и ученик вот этих истинных украинских диссидентов, и вот эта спилка художников, по-украински, она же Союз художников, она является прямой правоприемницей и наследницей вот того советского и так далее. Как по-украински Союз художников называется-то? Национально спилка художников. Спилка, понятно. И совершенно оборзевшие там художники, которые тупо распиливают государственный бюджет, ну, все точно та же самая история, что и в России. У нас в этом смысле украинская спилка художников от русской не отличается. Те, кто там свои и наши, они получают государственные заказы, у них государство покупает картины, их там три калеки, а основная масса людей, которые говорят якобы 30 тысяч членов в этой спилке, они просто числятся для массовки. смотрите, какая у нас мощная организация. И вот этим вот с удостоверениями спилки им не вдомек, что вот им дали бумажку, что он член спилки, да? А вот этим боссам этой спилки выдают конкретно государственные заказы и государственные деньги. У них огромное имущество, всякие мастерские. И вот они своей массовкой дают возможность вот этой кучке коррупционеров грабить фактически бюджет. Они никакого ценного искусства не создают. Но это вопрос, почему же вы не восстаете, например, когда говорится о России, почему же вы не восстаете против Путина? Да что тут говорить, вот художники, вроде как бы это свободные художники, вроде как ну не зачуханные какие-то работники Уралвагонзавода. Даже они в свободной Украине не способны восстать против спилки художников. То есть человеческий материал настолько ничемный, что, как говорится, прежде чем говорить о том, что почему же вы не восстаете против Путина, задайте себе вопрос, а почему украинские художники не восстают против правления спилки художников? Почему не возьмут, как в 90-х годах или в конце 80-х, как жили тогда советские партбилеты, почему бы публично не выйти на улицу на Хрещатик и всем этим 30-ти тысячам и публично сжечь свои удостоверения членов спилки художников? Все, в этот же момент эта спилка прекратит существование. И эти партийные, и эти боссы перестанут от государства получать деньги, потому что государство им скажет, ну все, вашей паствы нет. но они продолжают сидеть с этими удостоверениями, ныть, жаловаться и завидовать той гордке людей, которые, как говорится, допущены до корыта и хлебают там государственные деньги. Это как зарисовка из жизни, из жизни нашей постсоветской жизни. Так вот, а, теперь вернемся к стоимости картин. Вот этот весь этот бред, почем там нынче картины в Союзе художников покупают. Я даже об этом говорить не хочу, я даже этого по большому счету и не знаю. Но я только знаю, что что-то там им переводает. Так вот, а если говорить о серьезном таком вот рынке искусства современном, то вот есть у нас такой криволап, рассказывает, что вот он великий украинский художник, потому что он продал картину за 30 тысяч долларов. Но это на самом деле за 30 или за 100, ну в общем, может даже и за 200. Короче, на самом деле это смешные цифры, это самое-самое дно, и с этих цен только начинаются цены на жизнь. Поэтому нет никакого великого достижения в том, чтобы за эти деньги продать свои картины. Единственное, что может быть в этом достижение, что другие украинские художники даже этого уровня не достигли, это да, в масштабах Украины, наверное, это достижение. В мировом масштабе это вообще ни о чем. Современные картины среднестатистического современного художника-абстракциониста типа меня, верифицированного, идут по цене, вот допустим, они там уже, то есть верифицированного, я еще в процессе верификации, я еще даже не имею статус вирджин артист, а если художник, это который уже как бы верифицированный назовем, уже как бы я еще даже в комсомольцах не числюсь, а тот, который член партии, назовем это так, вот на их картины средняя цена это 5-10 миллионов долларов. Это нормально, это не какие-то супервысокие цены, это вот как, я не знаю, почем сейчас нынче тачки, там 20-30 тысяч долларов средний фольксваген стоит, вот такой вот средний фольксваген художника-абстракциониста, такая а-ля фольксваген только картина художника-абстракциониста 5-10 миллионов, и когда эти картины покупают, это в каком-то смысле как инвестиции в какие-нибудь биткоины, вот эти художники в среднем растут по 10% в год, то есть вы покупаете картину такого художника, и вы гарантированно через год сможете продать на 10% дороже, через два года на 20% дороже. Что заставляет расти в цене картины? Что заставляет расти в цене, это уже как бы наверное, это бы вам лучше поговорить с этим вашим белорусским экономистом, который сторонник венской интерпретации действительности, он может быть бы вам поэтому лучше рассказал, я просто констатирую факт, что это есть и это вот схоже с тем, как вот дорожает недвижимость. Люди покупают недвижимость, она почему-то дорожает. Это наверное уже вопрос не ко мне, потому что я вряд ли что-то такое умное насчет этого смогу сказать. Я просто могу вам констатировать, что это есть. И единственное, что есть, это еще такая вещь, как резкое падение цен наживок, обрушение цен и резкий взлет цен наживок. Такое тоже есть. Это редкие явления. Вот, например, если сегодня для чего-то почему вот в чем-то и выгода галерея сотрудничает со мной, что сейчас вкладывая в мой арт-проект довольно незначительные суммы денег, они могут за очень дорого это продать. То есть мои картины взлетят в цене за ближайшие годы невероятно. Потому что у меня стартовые цены исчисляются десятками тысяч долларов. Вот в ближайшие несколько лет это будут уже миллионы долларов. Поэтому тут как инвестиции, как в биткоин. Это потом уже, когда я выйду на плато, я стану уже таким членом партии, и там уже рост на цены остановится, станет как у всех. но пока что я нахожусь в периоде взлета. Но идея заключается в том, что вы не можете мне позвонить сейчас и сказать, Игорь, а ну продай мне срочно твою картину. Потому что в том-то и фишка, что весь контроль над моим творчеством находится в руках у этой галереи. У одной. Иначе какой смысл галереи вкладывать в развитие, ну в эту всю пиар-компанию, которая стоит сотни тысяч долларов. Чтобы Борис Бояршинов, например, купивший у меня картину сейчас за пять тысяч, просто ничего не делая, подождал бы три года и продал бы ее за сто тысяч, условно говоря. Это тут дураки в нема, как говорится. И поэтому галерея требует от художника, в том числе, вот как есть в банке, есть хорошая кредитная история. Вот у меня очень хорошая история продаж. Я, мои картины вот в этом новом стиле, который я разрабатываю, практически не разошлись. То есть единиц картин, которые бы где-то потом могли всплыть, ну не больше пяти, всплывет потом. То есть кому-то повезло круто, но все, уже поздно. Которые еще успели у меня чего-то отхватить. То есть весь основной массив, 99% всех моих, всего моего творчества будет сосредоточено в одних руках и поэтому этим рукам и выгодно из меня инвестировать вот в эту пиар-компанию. Потому что даже если бы это было две галереи, все, ну какой смысл? Уже нет смысла никакого абсолютно. Галереи скупает на корню у вас весь урожай, всю вашу продукцию. Нет, не так. Она раскручивает ваш бренд новый, да? Нет, галерея не скупает на корню всю мою продукцию. У меня просто с галереей такой договор, что продавать картины мои будет только эта галерея. А, ну точно, да, ну понятно. Деньги мы потом будем делить по-честному. Она правого взяла, что только она будет это дело продавать? Нет, это не право. Это как, вот знаете, как муж и жена, тут вот отношения между художником и галереем примерно как между мужем и женой. В любой момент можно подать на развод, в любой момент можно изменять, но мы рассчитываем на честные отношения. Поэтому даже брак регистрировать не обязательно, если это честные люди. И по большому счету, даже если вы зарегистрировали брак, никто от разводов не застрахован и никто не застрахован точно так же от того, что кого-то там киданут. Поэтому тут исключительно на честное слово и в этом-то великое чутье галериста найти художника, с которым он поговорил, понял, что да, что я не обманул. Это тоже, вот в этом-то и профессионализм галериста, что галерист помимо того, что он умеет продать за эти миллионы, это тоже не каждый сможет. Это надо иметь выход на этот арт-рынок, понимать, как все устроено, провести пиар-компанию, но надо еще и уметь найти художника и договориться с ним, найти художника не того, который... Ведь можно найти талантливого художника, который потом тебя киданет. Это как можно найти какую-нибудь девушку, которая внешне очень красивая и привлекательная, а в конечном итоге она обычной проституткой окажет. Вот тут та же самая история, та же самая история. То есть не то, что та же самая, а некая аналогия в этом есть. Поэтому это очень тонкий такой мир искусства. А, еще хочу обратиться к тем, если сейчас есть слушатели, которых либо дети планируют пойти по стопам художеств, либо они сами, вот им там лет 15 сейчас, и они думают, а не пойти ли мне в художники-абстракционники? Ведь можно же отгребать деньги экскаватором. Да, можно отгребать деньги экскаватором, только вы должны очень хорошо подумать, как вы будете жить 20 лет между 15 и 35 годами. Потому что художники до 35 лет, они считаются молодыми художниками. И вот как есть у нас, допустим, законы, насколько я знаю, вроде как по законам Украины человек, который младше чем 35 лет, не имеет права выбираться в президенты Украины. Вот с художниками примерно та же самая история. Если вам вы моложе 35 лет, то ваши картины вообще никогда не попадут на этот вот, как это, на высшую лиху, назовем это. Пусть каким-то образом вам надо вот это вот в этот период перекантоваться. Вот мне, например, на сегодняшний момент уже 40 лет. я уже как бы немножко, уже как бы лет 5 назад уже этот рубеж преодолел. Я уже имею право, да. А вообще-то как бы вот эту цифру 5000, это, да, кстати, что еще сказать, это же художник, которому младше 35 лет, ну, это, я не скажу, что это прям во всегда так, но вот есть некая такая традиция, она настолько мощная, что она практически непреодолимая, что художник, которому младше 35 лет, его картины дороже, чем за 5000 долларов, не продают. Вот эту цифру 5000 долларов я достиг еще в 27 лет, вот этого потолка, вот этого стеклянного потолка. это как бы немножко похвастался, да, то есть я этот рекорд уже достиг раньше, раньше времени положенного. Дальше, и поэтому я вот в основном вот вот такой дальше я жил, как жил, кантовался, как мог, в какой-то период я даже забросил живопись, потом вот вернулся, ну, как забросил, в смысле, что не занимался ей с утра до вечера, как это сейчас. И вот в 18-м году я снова вернулся в большое искусство, получил грант на развитие этого арт-проекта и поехал. В общем, это так, так, как бы теперь мы переходим к следующему пункту, у нас был да, простой у нас картин и еще одна вещь, по которой я тоже собираюсь пойти, это же, понимаете, есть как вот теоретическая физика и прикладная физика или экспериментальная, вы как бы больше я насколько помню, сторонник, не тоже сторонник, а вы из... Я физический экспериментатор, да. Да, экспериментатор, да. И вот в искусстве абстрактном тоже есть в каком-то смысле некая аналогия. Вот я сейчас на сегодняшний момент, я в роли художника-теоретика, потому что эти мои картины, это чисто теоретические изыскания, от них толку никакого. Ну, максимум можно будет как инструмент для инвестирования их использовать. Так они никакой прикладной функции не имеют. Такой вот, скажем, в народном хозяйстве они неприменимы. Это так, чисто вступить в контакт с потусторонним миром, рассматривая мои картины, там возвыситься, а вот, как говорится, на таком приземленном бытовом уровне они совершенно ни к чему. Так вот, как я... Но я все-таки собираюсь заняться прикладным, прикладная часть. И моя прикладная часть в том, что я планирую заняться разработкой логотипов. Поскольку я, как абстракционист, очень сильный, я вот в этих вот всяких кружочках и треугольничках и в этих композициях простейших очень хорошо разбираюсь. Это как вот... Мои композиции, это, кстати, как вот своего рода рисованная музыка, мелодии. Вот у меня есть хитовые мелодии. Я умею эти хитовые мелодии рисовать. И вот я собираюсь в перспективе после своих вот этих теоретических изысканий заняться, скажем, более таким прикладным действием в народном хозяйстве, подрядиться к дизайнерским фирмам, буду логотип рисовать. Там та же самая история, есть некоторые дизайнерские фирмы, я прихожу к ним, говорю, вот я вот такой художник, могу вам что-нибудь нарисовать, с их стороны заказы и клиенты, а с моей стороны идеи. Как Остап Бендер говорил, бензин ваш, идея и наша. Вот примерно так. И вот как вы думаете, каковы цены на, а, да я сейчас скажу по поводу цен на живопись, значит, если в среднем, среднее такой, Volkswagen, назовем такой, вот класса Volkswagen на живопись абстрактная, ее 5, 10, ну может 15 миллионов цены, то самые потолковые цены на абстрактную живопись, это 200 миллионов, и все оно растет. Это такой вот один из таких, который резко взлетел в цене, Джексон Полок. Слышали такое имя? Конечно. Да, вот это, кстати, из тех художников, которые не на 10% растут, а это растут резко вверх, и вот когда-то Пегги Гугенхайм, такая галеристка, она когда-то тоже выдала грант вот этому Джексону Полоку, и он эти, некоторое время на этот грант жил, там годами эти картины вообще не продавались, а потом начался фантастический взлет. Вот в том и ее было чутье, что она, когда еще никто не понимал, ну, из тех из платежеспособных, наверняка же там какие-то друзья и кенты были, которые говорили, что да, это круто, но она была первая из платежеспособных людей, которая поняла, что это круто, и еще прошло лет 10 после того, как основное, как бы основной народ созрел, но в тот момент, когда основной народ созрел, в ее руках было сосредоточено тоже, можно сказать, 99% его произведений, и Пегги Гугенхайм на этом сделала фантастический капитал. Это же, кстати, касается и картин семьи Ван Гога, он же тоже свои картины не продавал вообще, он жил за счет брата, и там договор был у них типа семейный такой, что они это же семья не бедных людей, такие в каком-то смысле можно сказать полуолигархи, есть такое слово, такое полуюмористическое. Так вот, вот эти вот семья Ван Гогов, они содержали Ван Гога по нынешним ценам, если пересчете на нынешние цены, вот это ежемесячное пособие, которое брат Ван Гога выплачивал Ван Гогу в пересчете на нынешние деньги, это около 5000 евро он ему выплачивал. Так что, когда говорят о том, что Ван Гог жил, это бедный художник, живший в нищете, ну, представьте, много сейчас художников, живущих в нищете на 5000 евро в месяц. Так что, это по поводу того, кто на самом деле нищий. По поводу нищего Ван Гога. Так вот, когда эти же картины, они оказались в руках его семейства, они продавали их потом, но тоже как-то не бойко, и очень много было картин у них, и где-то, вот, я уже не помню когда, но где-то в 20-м веке, может в 60-х, может в 70-х, может в 80-х, я уже, это кому интересно в интернете найдете, создавался музей Ван Гога в Амстердаме, и государство выкупило всю коллекцию картин у семейства Ван Гога в государственный этот музей. сумма, за которую они купили, засекречена, но плюс к этому всему одним из условий продаж было еще то, что все потомки Ван Гога, все, абсолютно все, навсегда в Голландии, точнее, в Нидерландах, освобождаются от уплаты налогов. Вот такие условия договора. В то время, как, можем сказать, примерно в эти же дни, совершенно по-варварски, уже вот в этой России, по-моему, это при Ельцине было уже, еще путинизм не наступил, но уже был этот ельцинизм, наехали на одного, по-моему, московского коллекционера, и за миллион долларов выкупили у него черный квадрат, который сейчас в Эрмитаже. Может быть, его уже сейчас вроде как в Третьяковку перевезли на Крымский вал. Ну, то есть, представьте, икона абстрактного искусства, самое знаменитое произведение абстрактной живописи, в то время, как картины Джексона Поллока идут за 200 миллионов долларов, вот у него в 90-х годах за миллион. А он ее собирался на аукционе выставлять. Ему сказали, так, слушай, какой там аукцион? Вот тебе миллион, соглашайся на миллион, потому что, если не согласишься на миллион, я так понимаю, то мы тебя вообще бесплатно заверем. Скорее всего, это было так. И вот таким бандитским путем так называемое это русское государство у коллекционера выдурило черный квадрат. Но тоже, скажем так, позаботились о российской культуре, иначе бы этот черный квадрат, скорее всего, ушел бы куда-то на запад. Так что, в вашей московской интерпретации, получается, все сделали правильно, если так считать. Ну, это я вам так, историю рассказал. из жизни. Так, теперь дальше. Да, так вот, мы к логотипам, да, вот что я собираюсь заниматься логотипом, вот как вы думаете, почем нынче... А там какие-то сумасшедшие деньги. Мне очень понравилась история про то, как надо было подредактировать логотип Сбербанка, и, значит, подредактировали, вот чуть-чуть изменив цвет. Он так и был, зеленый так и остался, чуть-чуть изменили. Ну, на это взяли какие-то деньги, но само собой впечатляет это очень сильно. Да, деньги взяли на него вполне себе впечатляющие. Я уж не знаю, кто это делал, но там не только цвет подредактировали, там и форму подредактировали. А это второй раз, когда делали. Первый раз только цвет. Ясно. А потом уже немножко там тоже подредактировали. Да, вот эти тонкости, вот такие тонкости я не знаю, но я могу сказать, что вот это вот финальный вариант, он действительно резко... А тут лучше слышно, как жужжит пила в Москве, да? Вы-то там... Нет, он реально, он реально, сам логотип, он реально улучшился, то есть, я не могу сказать, что взяли деньги, и сделали хуже. Потому что такое бывает, что берут деньги и делают ухудшение. Тут все-таки было сделано улучшение и довольно-таки хорошее улучшение. Я не скажу, что там какой-то дизайн получился зашкварным. То есть, вполне возможно, что... Конечно, скорее всего, все-таки Россия, огромная часть денег была украдена, но я не удивлюсь, если даже половина денег все-таки ушла действительно вот этой дизайнерской фирмы. Не удивлюсь, потому что там действительно сильный дизайн. Точнее, сам модернизация логотипа сильно сделана. Не какой-то там, знаете, конторой рога и копыта, первым попавшейся, что в интернете пробили объявление дизайнерская фирма по улицу... там... улица Горького, дом 25. Нет, там видно, что делали серьезные люди. А так вообще, вот, допустим, вот новая Pepsi Cola, вы же заметили, что вот она изменилась несколько лет назад? Как ты не обратил внимания? Сильно изменилась-то? Ну, как сказать сильно изменилась? В том-то и смысл ребрендинга логотипа в том, чтобы новый логотип был все-таки похож на предыдущий. в этом-то и есть. Но оно, я считаю, логотип стал лучше. Он в целом похож на предыдущий. Вот за него Pepsi Cola выложила, по-моему, что-то в районе 300 миллионов долларов. А кто делал? Один художник какой-нибудь или кто делал-то? Это дизайнерская студия. Я детали не знаю, как это все делается. Кто? Может быть, там группа дизайнеров. Тоже интересно, как это, что много вариантов предлагают или что? Один вариант они предлагают? Я предполагаю, что Pepsi Cola обращается в дизайнерскую студию и говорит, сделайте мне новый дизайн логотипа. Они дают задание сразу нескольким художникам. Эти нескольких художников предлагают сотни вариантов. Потом это все вместе собираются, обсуждают, заново смотрят, вдохновляют. Это как серьезная научная работа, примерно так же, как вот ядерный... Как мозговой штурм, да? Да, да, да. Там колоссальный объем работы делается. Это не просто платится за картинку, это платится за огромный массив работы, в результате которого получается новая картинка. Так, Игорь, вот сейчас мое время подошло к концу. Уже, значит, по другому каналу у меня следующий мой разговорчик вошел. У вас сколько еще пунктов осталось? О, мы дошли до пункта номер 9. Это стоимость логотипов. А у меня 15 пунктов. Ну, будем... Так что, давайте еще одну встречу проведем, сразу договоримся на когда? Да, давайте. Ну, мы письменно с вами договоримся на когда. Хорошо, давайте письменно, это раз. Давайте, чтобы завершить эту передачу, я все-таки скажу, стоимость самого дорогого логотипа, который был разработан с нуля, из того, что я знаю, это был не ребрендинг, а новый. И он побил все рекорды. 1 миллиард 300 миллионов долларов. Маленькая картиночка. Это что же было за... Чей же это бренд-то был? Это бренд, это какая-то, по-моему, фирма, которая занимается, по-моему, какой-то электроникой или, ну, вообще, какая-то аппаратура, насколько я понимаю. Там такой кружочек с галочкой. Что-то типа ксерокса. Ну, я эту фирму вообще не знаю, что это такое. Да, но такие деньги она смогла заплатить, да, я в восторге. Да, да. И я думаю, что это просто, это рекорд сегодняшнего дня, а завтра будут, будет и больше. А так, в среднем, в среднем разработка логотипа тоже что-то в районе, я так понимаю, в районе 30-50 миллионов. Это если брать основной мастик, не про рекорды. по-дешевому. Да, так что то, что какие-то там миллионы, несколько миллионов рублей или десятков миллионов рублей, не долларов, потратили на модернизацию с приватбанка, это вполне себе по-нищенски. Ну, да, это наша нищая Россия, я понял. Так, теперь скажите мне, вот вы мне присылали одно изображение, ваше абстрактное, я могу его на превьюшке использовать? Да, конечно, поскольку это все с открытых источников, да, все, значит, дальше по Фейсбуку мы с вами спишемся и назначим время второй серии, да. Рад был с вами поговорить, очень приятно. Очень рад, что вы в самом начале объявили о моих претензиях на сбор денег, да, ну вот. Да, 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 и сейчас тоже, пожалуйста. Вы мне сейчас что-то такое пришлете, какую-то ссылку, которую я размещу под видео на вас. Пришлите какую-нибудь ссылочку мне прям. А, хорошо, я напишу мое имя и страницу моего Фейсбука и моего, да, моего Фейсбука и моего Инстаграма. О, я их там внизу размещу, да. Ну, ваше имя-то я, в общем-то, записал, но, тем не менее, напишите еще раз, хуже не станет. Все, спасибо большое, до свидания, и публике наше спасибо за внимание. Да, да, спасибо за внимание, всем, да, ждите следующую серию, да. Пока. Все.